Животные не перестают удивлять. Постоянно появляются все новые и новые истории дружбы между разными видами. Братья наши меньшие проявляют невероятную смекалку, чтобы заполучить вкусности. Приспосабливаются взаимодействовать с людьми и совершают забавные действия. А в безвыходных ситуациях рассчитывают на помощь человека. Представляем вашему вниманию невероятные моменты с животными, снятые на камеру. Дружба между животными разных видов всегда вызывает удивление и восторг. На этих кадрах ястреб решил поохотиться на курицу. Но наверняка не ожидал, что окажется в таком дружном дворе. Как только хищник схватил свою добычу, козел бросился на помощь курице и заставил ястреба отказаться от своих планов. А здесь автомобилист, стоя на светофоре, заснял интересную картину. Мужчина выгуливает на поводке не лохматого песика, а летящего гуся. В Испании есть интересный национальный обычай под названием инсьера. Суть его заключается в убегании от быков, выпущенных на улицы города. Эти ребята думали, что спрятавшись в автомобиле, смогут безопасно понаблюдать за происходящим, но оказались в эпицентре событий. Бык с легкостью поднял их несколько тонн и внедорожник на рога, заставив изрядно понервничать зевак. Крыса, убегая от кошки и поняв, что от этого ловкого охотника не оторваться, выбрала другую тактику. Она притаилась, забравшись на колесо автомобиля, в надежде, что кошка ее не заметит. Кошка и правда потеряла след, но запах крысы подсказывал, что она где-то рядом. В итоге, кошка все же нашла и схватила крысу. Автомобилями с круиз-контролем уже никого не удивишь. А вот мотоцикл с пес-контролем – это что-то новенькое. Этот пес делает все, что по душе на своем стальном коне. В разных странах представления о рыбалке тоже разные. Для кого-то это посидеть с удочкой на берегу, а для кого-то поковырять палкой пересохшую реку, где в грязи осталась рыба. Медведи, живущие по соседству с людьми, знают, что у двуногих всегда можно раздобыть еды, поэтому нередко выходят из леса в поисках пропитания. Если не уважить мешку вкусностями, может даже на березу загнать. Чайка, распробовав рассыпанные на пляже чипсы, не стала дожидаться, когда ей снова улыбнется удача, а решила действовать самостоятельно. Она стала наведываться в магазин, чтобы схватить пачку с чипсами. Остается только найти кого-то, кто поможет ее открыть. А эта ворона пошла еще дальше, в отличие от чайки-воришки, и поняла, что люди с помощью банковской карты выносят из магазина все, что захотят. И больше не придется воровать чипсы в магазинах. Правда, для начала нужно своровать у кого-то карту. Хозяин этого дома долго не мог понять, куда пропадает его обувь, пока однажды не засек воришку. Он не стал пугать лесу, а решил снимать каждый ее визит на камеру. Редактор субтитров А.Семкин А это леопард, который получил ценный урок, что с дикобразами лучше не связываться. Даже если его и получится быстро одолеть, то поесть спокойно все равно не удастся, придется долго вытаскивать иглы. Наверняка этот хищник больше никогда не будет связываться с дикобразами. А это кадры из Мексики. Во время наводнения небольшой городок полностью ушел под воду. Когда прибыли спасатели на место, они обнаружили лабрадора, который всю ночь простоял в воде, держась за решетку, чтобы не смыла потоком. Вы только взгляните в эти глаза полные благодарности. Посетители одного немецкого зоопарка стали свидетелями интересного случая. Утка залетела в вольер львов поплавать в их водоеме. Увидев дичь, у львицы сразу включился инстинкт охотника. Притаившись, львица выбрала удачный момент и совершила свой бросок, схватив утку. Увидев добычу, лев кинулся к львице с криками «покушаем!». Но львицы, объединившись, решили не делиться с царем. Все же не в дикой природе, может до ужина и подождать. Дальше произошло самое забавное. Воспользовавшись этой суетой, утка ускользнула от львицы. А этот случай произошел в Канаде. Из-за сильного дождя поднялась вода в реке. Но стадо лошадей все равно каким-то образом нужно привезти обратно на ферму. Выбрав самое удачное место на реке, лошадей направили на противоположный берег. Но мощный поток все равно сбил с ног несколько животных. К счастью, все закончилось хорошо, и лошади благополучно выбрались из реки ниже по течению. Следующие кадры из заповедника в ЮАР. Там пара леопардов, одолев антилопу и затащив ее на дерево, избавившись тем самым от конкурентов на добычу в виде гиены львов, не смогли поделить свою добычу уже между собой. И после недолгой перепалки, один из леопардов удалился на соседнюю ветку, в ожидании, пока другой леопард закончит свою трапезу. Этот пес, услышав, что хозяйка хочет завести кота, чтобы избавиться от мышей в доме, решил сам переловить всех мышей и не рисковать появлением нового пушистого конкурента в доме. Эта кошка впервые увидела осьминога на причале. По запаху она поняла, что это что-то съедобное. Но вот с какой стороны его начинать есть, непонятно. А вот еще одна кошка заинтересовалась осьминогом. Ей повезло, что осьминог оказался небольшой. Иначе непонятно, кто кого бы еще съел. Всем известно, что дружелюбнее лабрадора сложно найти собаку. Этот великан настолько добродушен, что даже маленькие утята почувствовали себя в безопасности рядом с ним. КОНЕЦ Иногда в реальной жизни дружба между животными может удивить больше, чем истории, которые показывают нам с экранов в художественных фильмах. Доказательством этому послужила история удивительной дружбы из Норвегии. Собаки Тини и рыжего лиса по кличке Снифер. По словам хозяина собаки, история началась с того, что хитрый лисенок стал наведываться к ним во двор в поисках чего-нибудь вкусненького. Собака вела себя спокойно, и теперь лиса приходит в гости почти каждый день. Они вместе бегают, резвятся, купаются в реке, а иногда даже спят вместе, прижавшись друг к другу. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, какой из моментов в этом выпуске вам понравился больше всего. А мы пошли готовить новый выпуск удивительных моментов с животными.